Пять больших реформ, старт бюджетного процесса, закон о реинтеграции Донбасса. Это только часть вопросов, которые сегодня обсуждали на Согласительном Совете. В первом заседании накануне новой, седьмой сессии Верховной Рады. Уже завтра депутатах ждет работа в парламентском зале, а сегодня главы фракции решали, с чего начать политический сезон. О депутатских приоритетах в моем материале. За два месяца депутатских каникул в стенах парламента, если что-то и изменилось, так это ковры, часть покрытия в центральной части кулуаров заменили. Неизменно только риторика нардепов, речах ораторов, призывы и надежды. Образовательная, медицинская, судебная, пенсионная и даже реформа парламента. Вот пять депутатских приоритетов. И только к этим законопроектам в целом около 10 тысяч поправок. В каждой фракции готовы часами обсуждать все реформы по очереди и без устали искать плюсы и минусы. Показать все законы и подзаконные акты, которые обеспечивают, чтобы наши медические послуги надавались нашим гражданам в перехидный период. Мета цієї пенсионной реформы, по-перше, приховано увеличить стаж выхода на пенсию, век выхода на пенсию. Друге, приховано уменьшить все коэффициенти нарахования пенсии для тех пенсионеров, которые будут выходить на пенсию. Називают люди пенсионную реформу так – хочешь допомогти державе – помри до пенсии. То саме освітня реформа, мы не имеем до неї много претензий, потому что вона взагалі не имеет финансового покриття, и это по великому рахунку декларація. Вже завтра мы перейдемо до розгляду реформи освіти. И вы знаете, если кто-то из коллег критикует это, от нехай лучше он едет и разговаривает в регионах с этими вчителями, с этими працівниками школ, с которыми мы разговаривали почти год. Для того, чтобы максимально эту реформу сделать эффективно. Кроме разногласий по реформам, конфликтным может стать и закон о реинтеграции Донбасса. Сейчас даже не о сути его спорят, а о его готовности. Спикер уверяет, сначала документ должен одобрить СНБО. Но закона еще нет. В коалиции утверждают, документ практически готов, а оппозиция хочет его увидеть для начала. Он еще не есть под Неверховной Радой Украины, поэтому, соответственно, не может быть включен в порядок денный. Но я надеюсь, что в ближайшее время законопроект появится на расследовании Верховной Ради Украины. Цей законопроект, как я уже говорила, готовый на 99%. Единственный момент, который сейчас проговорится, это включение в этот законопроект миротворцев или миссии миротворцев. Его никто не видел, этот закон. Его никто не видел в очи. И если это закон, который просто втягивает политические амбиции тех, кто его разработал, то мы против. Мы выступаем за то, чтобы был четкий план повернения территории людей. Ключевое здесь, мы считаем, что должен быть адаптирован к Конституции закон про особенный статус Донбасса на определенный термин 3-5 лет для виновной инфраструктуры. Спорят депутаты о работе правительства. Оппозиция хочет услышать публичный отчет Кабмина, а не просто посмотреть письменный, поданный еще на минувшей сессии. Пока же в планах никакого отчета. Другие фракции желают, чтобы в Кабмине появились полноценные министры, а не ИО. Список условий, очевидно, во всех фракциях готовили поллета, хотя основные призывы не изменились с прошлой сессии. Екатерина Лысенко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер.